Всем привет! Скульпсис Альфа 6. И вам интересны именно женские персонажи. Насколько я понял, давайте разберем, как выглядит Покахонтас. Кстати, этот ролик будет в премьере, так что, кто зашел на премьеру, всем привет! И погнали! Так, начнем, наверное, импорт. Опять же, болванку экспортируем. Импортируем, пардон. Итак, опять вот такая болванка из The Brush. И давайте посмотрим, как можно, используя ее, сделать Покахонтас. Так, погнали работать. Делать будем первое, что? Начнем с ушей. Shift, правая кнопка мыши, ставим Grab и побольше кисточку, и ухо немножко поднимем. Дальше, что сделаем? Вытянем вперед, вот так вот, челюсть. Еще что сделаем? Опустим челюсть. Анжелину Джоли, помните? Ну вот, такой же букет. Так, забыл я включить симметрию. Бывает у меня такое. Ну, пардоньте. Так, вот так это опускаем, и челюсть немножко вытягиваем. Так, шею оставляем, черепок. Черепок, опять же, уменьшаем. Тут уменьшаем. Придаем более-менее уже человеческий вид. У человеческого черепа не может быть таких размеров. Потихоньку, тут спешить некуда. Нам нужна именно Пакахонтас. Итак, вот эту часть чуть-чуть приподнять, и височную часть уводим вглубь. Так, уши, уши, еще немножко давайте поднимем до глаз. Ну и все. В принципе, заготовка готова. Давайте уже лепить Пакахонтас. Так, что у нее есть? Во-первых, запоминающиеся губы. Правильно? Ставим драф и клей. И вот так вот поднабросаем губы. И вот здесь тоже губу поднабросаем. Опять же, пока все набросок делаем, как и в рисунке. Так, что еще дальше? Клей отключаем. Прибавим, давайте, немножко нос. Вот так. И вот здесь вот эту вот складку у носа тоже поднабросаем. Вот такая получается пока заготовка. Теперь клей включаем. Вы видите, что детализацию я не ставил на середину. Так, ну можно ее чуть-чуть прибавить. И немножко округляем вот этот подбородок. Ну, пока детюха, да? Дальше что делаем? Добавляем челюсть, как у Анжелины Джоли побольше. У нее интересный тип лица, кстати, у Покахонтас. Она не монголоидная, а вот именно, я даже не знаю, смесь какая-то. Именно папка, походу, или мамка у нее были другой национальности. И вот так вот добавляем вот эту скулу. Следом, что нужно сделать? От носа добавить вот эту вот часть мягкую. Вот эту. Вот так как-то все это дело происходит. Так, здесь немножко. Давайте посмотрим на подбородок. Здесь у нее треугольник выходит. И вот его нужно сделать немножко. Вот именно правильным треугольником. Челюсть еще немножко вперед подаем. Так, наметка пока есть. Это вот что-то пока такое выходит. Чтобы понять именно персонажа, давайте ему надрежем губы. Вот так. И вот эту часть, у нее маленькая. Вот эта часть, где губы. Так, это тоже есть. Теперь включаем драф клей. Отключаем. И губы давайте поднадуем. И вот эту губу нижнюю тоже. Сейчас мы ее еще подправим. Нижнюю губу грабом. Вытягиваем вперед. Вот так. Нижнюю можно чуть-чуть тоже приподнять. Так, с подбородком что будем делать? Это что-то вот в таком духе. И вот эту часть, вот эту часть немножко увести. Так. Опять же есть. Так, уши у нее придавлены к черепу ближе. Так. Тоже есть. Что еще? Вот этот челюсть поднимаем чуть-чуть выше. И вот эту часть немножко заводим вперед. Теперь. Вот в этой части, вот в этой части должен появиться, опять же, треугольник. Треугольник, он именно в Диснее символизирует именно опасность. Треугольник. Треугольник, он именно в Диснее символизирует. И как бы вот пока Хонтас не была именно тревожным персонажем. Так, это вот что-то так подаем. Теперь разберемся с носом. Нос у нее ровный. Здесь у нее в черепушке тоже уходит ровно. Вот как-то так. Здесь еще можно немножко приподнять. И вот эту челюсть немножко еще ровнее сделать. Вот так. Ну вот уже что-то. Персонаж не заиграет, пока вы вот это все не выгладите. Почему? Потому что вот персонажи мурские, у них больше морщин, больше каких-то там деталей, какие запоминаются. У женщин, в принципе, все мягко, гладко, как-то. Ну вот словом, вот таким вот образом. Так, здесь тоже прибавляем вот эту часть. Вот именно вот эту. И что сделаем, да? Возьмем флаттен, кисточку побольше поставим. И флаттен вот так будем выглаживать. Потому что челюсть у нее, это скула, она именно вот здесь вот находится. Здесь нужно все это дело смягчить. Вот к губам тянем треугольник. Запомните, у нее, у Пакрохонтас, это треугольник. Вот так вот. Вот таким получается образом. Так, скулу немножко тоже смягчим. Или как вот, скула вот эта, наверное. Анатомия у меня чуть-чуть продает. Так, теперь клэем немножко добавляем скулу. Вот. И губы, губы. Так, вот эту часть выглаживаем. Она будет вся гладкая. Вот так вот. Так. Вот эту часть, именно кризом, давайте надрежем. Побольше размер кисточки. И вот так вот, все это дело, добавим. Смотрим, нос у нее, именно тонкий. Поэтому, вот так вот, прям потоньше кризом подрезаем. Вот так вот. Здесь, здесь вот, надрезаем, намечаем глаз. Глаза у нее манголоидные. Поэтому, они стоят чуть-чуть дальше от носа. Здесь расстояние будет. Здесь надрез делаем, вот этот. И как бы вот сюда. Здесь надрезаем подбородок. Вот таким вот образом. И чуть-чуть губу. Так, смотрим, что у нас с губами. Здесь губу чуть-чуть подрезаем. Надо ее немножко вытянуть. Это уже, ну давайте опять же, флаттеном. И так, детализацию еще поменьше. И кисточку поменьше. И вот сюда это все, как бы, с подкрутом. Так вот, закручивая, как бы, накидывайте. И вот здесь тоже. Так, теперь кризом надрезаем вот эти губы. Уводим вот, смотрите, вот таким вот образом. Здесь подрезку тоже делаем. У нас, как, на скос. Вот так. Вот, слово интересное тоже. И вот здесь пока вот так. Шифтом все выкладим. Пусть мягче будет. Так, губы нужно сделать ей еще побольше. Потому что у нее вот такой вот типаж. Они небольшие, но пухлые. И чуть-чуть вперед подать. А вот эту губу поближе, именно к носу. Вот так вот задрать и закрутить, как бы. Смотрим со всех сторон. И надуваем еще вот так вот. Вот здесь вот губу. Вот с этой части. Так, теперь проходим флаттеном. Вот, как бы вот так. И нижнюю тоже. Чуть-чуть округляем. Так, с губами, в принципе, разобрались. Давайте разберемся вот с этой частью теперь. Так, здесь нужно ей немножко поднакидать массы. Но уже без клея. И кисточку побольше. Чуть-чуть поднадуть. Вот так вот. Разбираемся теперь. Так, вот здесь вот еще немножко поднакидать массы. Вот здесь вот. Вот так вот. Немножко подбородок у нее еще мягче. Вот так вот. Здесь давайте сделаем сразу надрез. Вот таким вот образом. И немножко шифтом выгладим. Надрезаем сразу прям побольше скулу. Вот эту часть. Прям не бойтесь. Больше режьте. И уже флаттеном. Именно драйвом и клэем. Пардон. Флаттеном. Как в зебраж заговорил. Накидываем. И все это сглаживаем. Так. Ну вот уже пока Хонтас вырисовывается. Накидываем теперь вот эти части. Дуги. Вот так вот. И немножко к вверху. Сверху вниз вот так вот кидаем. Вот так. И теперь флаттеном нужно повернуть вот так вот модель. И сделать на сглаживание. Вот. Сглаживание. Потом сверху еще немножко проходим в лоб. Вот так вот. И вот здесь тоже вот эту часть височную. Нужно вмять. Вот. Вот эта часть. Я сейчас вам даже нарисую. Как она выглядит. Эта часть. Вот таким вот образом. Здесь вот мягкие части у черепа идут. Так. Это тоже есть. В принципе вот уже болванка. Пока Хонтас. Делаем шею. Вот эту часть. Немножко толще. Так. Черепушка. Опять же. Поработаем с черепушкой. Вот эту часть опускаем. Лобную. Как бы. Сейчас опять линию вам нарисую. Вот. Линия должна как бы скосом быть. Вот так вот. Надо установить Эпик Пен. И вам вот побольше наверное рисовать. Чтобы визуально это все дело было. Так. Все это есть. Немножко выравниваем вот эту черепушку. Вот этого треугольника сзади. Вы видите. Что треугольник то сзади. А вид портит спереди. И вот так вот у лепки постоянно. Если даже что-то вы сзади неправильно сделали. То спереди это будет потом портить весь вид. И вы можете даже ума не дать. Что да как. Так. Шею тоже надуваем. Что еще портит именно внешний вид модели. Так. Здесь прибавляем. Вот где уши часть вот эта. Тоже если вы с ней не поработали. Вот таким вот хотя бы образом. То. Впереди может быть. Как же объяснить. Ну вот если сзади. Допустим. Есть вот такая шишка. То спереди будет вот надутые уши. И проваленный висок. Вот такая штука. Если Ctrl Z нажать. Смотрим что тут происходит. Вы видите что висок. Прям угол идет. И ухо нормально. Находится как бы вдали. Ухо должно находиться как бы дальше от челюсти. И не выходить. За рамки вот этой части что ли. Ну я как бы своими словами. Надеюсь что вы меня поймете. Так. Теперь вот что я делаю. Я округляю вот эту вот часть. Делаю ее более пухлой. И более мягкой. Теперь я ее сглаживаю. И иду от носа. Вот так вот. Вот такая получается теперь Покахонтас. Что еще тут нужно на что обратить внимание. Это на нос. Первым делом если вы делаете персонажа. Это вот есть треугольный тип лица. Овальный. Квадратный. Потом еще есть не стандартные там короче черепа. Ну в принципе квадрат, треугольник и овал. Есть еще круглое лицо. Это вот получается квадратное. Почему? Потому что у нее скулы присутствуют. И вот здесь вписывается квадрат. Вот такая штука короче. Разбираемся теперь с носом. Что у нее с носом. Нос у нее вот выглядит где-то вот так. Сейчас я вам покажу опять же. Здесь делаем надрез. И вот эти пазухи сейчас сделаем. Это возьмем драйв и клей отключим. И вот здесь вот нарисуем альтом. Альт и левая кнопка мыши. Вот эту вот ноздрю. Вот так. И вы видите что ноздри у нее вверх. Как именно задранный. Вот таким вот образом. Здесь теперь нужно добавить без клея. Немножко мягких тканей. Вот здесь вот по бокам. Посмотрите как устроен нос. По анатомии. И вам будет проще его строить. Вот здесь как бы шишечка. С двух сторон мягкие вот эти вот мышцы. Так теперь подрезаем. Побольше кисточку. И подрезаем нос. Вот так вот. Сначала квадратом. Почему? Потому что лицо квадратное. И нужно делать все квадратом. Если было бы лицо овальное. То делайте с закруглением. Вот так. И вы не ошибетесь. Так. Все это дело шифтом выглаживаем. Так. Здесь вот. Вот так. Кисточку побольше. Детализацию поменьше. И шифтом. Чтобы мягко-мягко все это дело сгладилось. Сгладилось. Вот так. Так. Вот эту часть. Вот эту часть. Нужно еще подать вперед. Так. Ctrl Z. Я стою на кризе. Значит грабом. И вот эту мягкую часть подаем еще вперед. Здесь тоже есть мышца. Советую вам немножко хотя бы посмотреть на анатомию лица. И вот потом будет все пучком. Теперь берем флаттен. И вот эту часть. Вот эту часть еще. Как бы сдавливаем. Проходим немножко вот эту часть флаттеном наискось. Опять же на угол. Все что вы подрезаете. Все что выглаживаете. Это делайте под углом. Вот угол ставите так. Угол ставите так. Вот так вот губу если вы выглаживаете. То лучше вот под таким углом делать все это дело. И вы видите что получается. Вот так выглядит прикольно теперь губа. Ставим. Нам нужна нижняя губа. Делаем ей угол. И выглаживаем все это дело под углом. Вот. Теперь вы видите что губы оформлены. И вот эти части немножко нужно. Которые треугольники появились. Именно выглаживать. Ну вот что то в таком духе. Вот эту часть которую. Вот получилась вот эта. Нужно именно выгладить шифтом. Ее не должно быть. Это молодое женское лицо. У нее нет вот таких вот складок. У нее полностью все переходит в форму. Так вот так вот как-то. Здесь вот тоже угол нужно сгладить. Вот этот. Он должен быть мягкий. И височная часть тоже. Вы видите что очень гладкая должна быть. Так. Вот эту часть. Нужно немножко припустить. Вот так. Немножко подтянуть. А вот здесь у носа сделать маленькую горбинку. Именно маленькую. Вот. Как бы я не знаю. Вот так наверное. Вот таким вот образом. Так. Что еще можно поэкспериментировать. Побольше кисточку и лицо. Вот так вперед больше подать. Вот. Ну кто видит. Тот видит уже наверное пока Хонтас. Потому что. Наверное она похожа стала. Так. Еще в чем причина тут непохожести будет. Что у нее. Опять же монголоидные глаза. Здесь вот непонятно. Как-то больше африканского. А глаза монголоидные. Вот поэтому. Может путаница быть именно в лепке. Когда вы лепите монголо. Вы лепите монголо. Когда вы лепите негра. То это не должен быть негр. Правильно? Ну вот накидываем вот эту вот часть. Она у китайцев в основном присутствует. Вот эта вот опухоль. Так сказать. Ну как. Веки такие у них дутые. Вот так как бы. Так. Что еще можно сделать. Давайте клей отключим. И побольше проведем полосу. Вот эту. Наметим прям. Ну как бы вот. Шишку вот такую. Теперь флатаном пройдем. Вот таким вот образом. Под углом опять же. Чтобы подрезать. И вот эту вот часть. Она вот кисточка. Сейчас покажу опять же. Вот верхняя. Вот где. Вот. Вот так. Когда вы проводите. Вы видите. Что круг касается верхней вот этой части. И он тоже подрезает. И получается. Если вы вот таким вот образом. Под углом. Начинаете делать скос. Вам наверное уже видно. Да? Что. Идет вдавливание. И получается вот эта вот часть. Вы еще больше ее вдавливаете. Не бойтесь. Вытянуть никогда не проблема. Грабом. Теперь грабом опять же. Побольше ставим кисточку. И надуваем вот это веко. Сейчас мы с ним еще будем работать. Кстати. Так. Немножко его приподнимаем кверху. Вот. Мягко делаем. И вот здесь вот тоже. Мягкий переход. Что нужно еще сделать. Нужно сделать нижнее веко. Но вот прежде чем его делать. Давайте добавим наверное сферы. Так. Я сохраню проект. Потому что. Ну. Бывает. Вылетает. Конечно. В скульптурсе вылетает. И вы загружаете. И пару шагов. Последних. Возможно. Не восстановится. Но модель будет присутствовать. Именно та. С которой вы работали. Так. Я сохраняю. Вопш. Экспорт. Контрол Е. Горячие клавиши. И нажимаю. И пишу. Пока. Все сохранили. Теперь вы можете смело экспериментировать. Что хотите с ней делать. У вас есть болванка запас. Так. Я хотел вставить глаза. Это shift. Правая кнопка мыши. Находим new sphere. И добавляем add object. Оп. И у нас два глаза. Бампс. Щелчок. Ставим scale. И вбок уводим. Вот так. Левая кнопка мыши. И вбок тянем. Так. Теперь grab. Вы видите. Что grab. Именно включен. Вот. Нажат. Для чего? Да. Чтобы можно было. Вот это все двигать. Так. Ctrl Z. Ctrl Z. Уведем вперед сначала. Чтобы потом не путаться. Теперь сверху подведем к глазам. Ну. А теперь вот. Вставим. И немножко. Так. Немножко вперед. Вот сюда их. Во. Так. Когда у нас глаза вставлены. Нажимаем на маскированную. Вот это. На маскированного персонажа. И попробуем здесь уже. Драйвом. Без клэя. Поднабросать. Вот эту нижнюю часть. Желательно. Если вы что-то набрасываете. Драйвом. Ведите. Именно. От начала. До конца. Не делайте прерывистых линий. Вот. Типа. Вот так. Вот так. Там. Наброском. Получается. Что где-то. Потом будет. Неровно. Шишками она будет. Вот эта часть. Так. Теперь. Что еще нужно сделать. Альтом. И левой кнопкой мыши. Вот эту часть. Чуть-чуть. Вот сюда. Вот эту мочку вывести. Ну. Здесь. Как капельный канал этот. Потом. Здесь. Тоже немножко. Вот как-то так. Ну. И вот эту часть. Тоже. Чуть-чуть. Углубить. Здесь все загладить. И грабом. Грабом. Вот эту вот. Уже включаем граб. Века. Вот это. Опускаем вниз. Вот так. Смотрим. Чтобы точно была. Мангалоидная. Форма. Нижнюю века. Задираем. Должен. Именно. Как взлет. Быть. Вот в эту сторону. Так. Покажу. Вот. Вот так идет эта мочка. Вот такой у нее накид. Вот так. Здесь идет тоже подрезка. На нижнее веко. Здесь идет верхняя подрезка. К носу. Вот так. Расстояние у них. Видите что? Расстояние между носом. Большое здесь. Должно быть. И флатеном. 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 Это вообще классная кисточка. Особенно в скульпте сайфа 6. Скульпт GL. Там чуть-чуть, конечно, все работает иначе. Так. Подрезку. Подрезку челюсти делаем под углом. И вот так вот. И движемся к подбородку. Вот. Теперь точно нормально. Вы поняли, да? Ставим под углом. И идем от челюсти. От вот этой вот части. Как она называется? Кости. Это черепная. Короче. И вот от нее идем именно к подбородку. Не трогая вот эту часть. Вы видите, что она надутая. Вот. Вот эта часть. Она и должна быть надутая, чтобы... Она объем должна создавать именно челюсти. Так. Ну, в принципе, все. Вот она пока хонта. С нижним веком нужно поработать. Именно давайте флаттеном. Опять же, под углом. Вы видите, что где набрасывал, вот такая ямка получилась. Вот этого быть не должно. Так. Еще больше делаем угол. Лучше потом нижнюю часть докидать. Вот эту. Чем она будет потом мозг парить. Побольше не бойтесь. Ну, здесь вот должен быть вот, как бы вот такой вот квадрат. Вот. Ну, как бы под углом тоже вот делайте. В процессе работы вы поймете, о чем идет речь. Я многого объяснить не могу. Могу только показать. По научному НРС. Так. И вот эта часть слишком большая. Мы ее можем просто немножко поджать, чтобы глаз был вот, вот так вот выпуклый. Так. Вот таким вот образом. Так. Что у нас здесь? Вы видите, что ямка образовалась. Здесь мы ее флаттеном. И вот так вот. Здесь уже можно рывками просто округляем. Делаем мягкий такой переход. Вот так. Чтобы вот эту часть еще более выразить, нужно сделать надрез. Вот таким вот образом. Вот. До глаза. Уже вы видите, что прикольно, да? Потом. Смотрите. Делаем надрез. Вот так вот. Вот. Еще лучше стало. Вы видите, что часть ушла. Если вы видите, что вам подходит это все дело, ну, тогда сделайте еще надрез вот таким вот образом. И вот так. Чтобы здесь образовался квадрат. Он присутствует у многих. Но мультперсонажей чуть-чуть находится дальше. И теперь все это дело вот так вот выглаживаем. Все. Вы видите, что шишечка маленькая осталась. Сохранились переходы. Вот эти. И прикольно стало все выглядеть. Вот такая штукенция. И костью здесь вот выражена. Сверху лоб. Нормально. Все прикольно. Все хорошо. Ну и флатаном давайте немножко еще как бы вот здесь вот черепушку подкорректируем. Так. Вот. Оформляем лоб, чтобы было видно. Опять же лоб вам покажу. Лоб. Вот он. Опять же идет квадратная часть. Здесь идет вот такая часть. Здесь треугольник. Здесь идет прямоугольник. Вот таким вот образом. Ну а здесь вот именно должно быть ровно вот так. Вот. Теперь как вы думаете, пока хронтас или нет? Чуть-чуть давайте поработаем с подбородком. Чуть-чуть его округлим. Вот таким вот образом. Запоминайте. Тип лица квадратный лепим квадратом. Тип лица круглый лепим кругом. Тип лица треугольный лепим треугольно. Ну вот и все. Вот такой вот принцип построения. Об этом информации нет. Это чисто мои так сказать наработки. Я для себя приметил именно такую систему. Ну и вы видите, что она работает система. А значит не бряшу. Так. Немножко флатаном и шифтом. Вот такие переходы сделаем. Череп сразу подготавливаем, чтобы череп был именно нормальный. Ну правильной формы, то бишь. И вот в чем еще фишка. Давайте вот немного грабом. Вот эту часть можно вот поэкспериментировать, приподнять. Вот так вот. И шифтом. Все шифтом. У женщины лицо гладкое. Морщина тем более молодая, тем более африканка. Вот этой части тоже не должно быть. Вы ее должны вдавить. И шифтом. Намечаем ухо. я уже ухо показывал, как делать. Делаем вот такой вот как бы овал. И его потихоньку на низкой детализации начинаем вот так вот втягивать. Получается вот такая большая типа шишка. Начинаем ее немножко делить. и тут поделим. Вот она поделена на три части. Зачем на три части? Чтобы добавить именно драйвом без клея вот середину поднакидать. Вот. Середина появилась. А вот эта часть нам теперь не нужна. Мы ее выглаживаем и вот эту часть выглаживаем. Все. Прикольно получилось ухо. Так. Теперь накидываем мочку уха. Надрезаем вверх. Опять же вот два надреза три можете делать. Здесь вот такой уход должен быть. И вот такой подрез. Вот так. Теперь эту часть опускаем вниз. Вот где надрезана нижнюю полосу. А верхнюю можно сгладить. Вот и все. Вот такой теперь принцип. И вот эту часть над ухом уже надрезаем. Здесь вот тоже надрезаем. И вот так делаем квадрат. Края сглаживаем. Надрезаем ухо побольше. Оформляем мочку. Вуаля! получилось ухо. Теперь делаем драйвом без клея альтом побольше кисточку и вот здесь вот такой типа паз. Там слуховой аппарат или как он там называется барабанные перепонки. Ну и чуть-чуть все это шифтом где-то мочку здесь побольше. Вот так. У него сережки наверно в Африке где-то валяются. Так. Ну и вот эту часть вминаем поправляем вот так уводим и еще вот так добавляем верхнюю часть если у вас она вот стала тонкой вот это за счет подреза она да утончается и вы просто добавьте воды Юпи кто-нибудь помнит прикольная такая Юпи была русский пионер октябренок только ее и пил в девяностые годы давайте добавим еще здесь часть клеем побольше вот так и шифтом тоже выгладим вот вот так больше мне нравится чтобы висок было видно и немножко его до оформим вот так скулу немножко еще как у Анджелины Джоли и кверху поднять можно смотрим как она тут выглядит вот эту часть скулы можно еще поэкспериментировать чуть-чуть вперед а здесь дать угол так вот с ушами чуть-чуть здесь нужно наверное пройтись альтом драйвом и альтом вот так вот вот так мне больше нравится и немножко наверное чуть-чуть ухо подать вот вверх вот посмотрите именно по анатомии вот вверх вот этого уха вот эта часть должна проходить вот здесь по части бровей а нижняя нижняя по-моему вот по скуле вот так где-то вот такое ухо где-то его чуть-чуть наверное подальше наверное увести давайте подальше пойдет и немножко сплю с ним по челюсть немножко подадим и вот эту вот задняя часть вот видите выпирает именно с персонажа давайте еще потом все сделаем вот такая штукенция так что у нас тут вот вот эти брови брови еще или как это века вперед вытягиваем чтобы она была дутая переключимся на глаз и давайте граб включим чтобы двигать и глаз чуть-чуть вперед попробуем теперь сделать именно вот этот зрачок драйв включаем кисточку подгадываем alt вот так как-то так детализацию побольше и с подкрутом вот таким образом теперь делаем меньше кисточку и с подкрутом середину выбираем так ну вот эту часть тоже поднадуем так все пока хонтас готова так интересно сколько заняло это у меня времени 42 минуты стандарт это с объяснением так давайте еще немножко шею так здесь не будем трогать вот эту часть а вот эту часть немножко и вот эту приподнимем теперь в любой программе в the brush или в блендер добавляем прическу и персонаж заиграл а если раскрасить так это вообще ну будет копия пока хонтас все всем пока до свидания